Чёрная коробка Мы выбираем любую из популярных библиотек для машинного обучения, выбираем в ней модель, делаем фит, и в результате у нас будет преддикт, который и будет являться этим отображением. Ситуации, в которых мы знаем, какая модель у нас используется, можем её потрогать, как-то изменить, называется прозрачной коробкой, потому что мы можем заглянуть внутрь неё и посмотреть, как признаки отображаются в предсказании. Однако бывают другие ситуации. В страшном мире есть такие вещи, как проприетарный софт, и есть крутые вещи, которые называются облачные сервисы, и мы не знаем, как они работают. Это факт. Мы отправляем в них признаки, какие-то сырые данные, и получаем на выход предсказание. Как они работают, нам донять не полно. Единственное, что мы о них знаем, это интерфейс. О том, что X отображаются в игре, какие-то признаки отображаются в предсказании. Такие коробки называются чёрными, потому что мы не понимаем, как они работают внутри, не можем в них заглянуть, не можем их поменять. И единственное, что мы можем с ними делать, это скармливать им данные. Соответственно, методы интерпретации делятся на два больших лагеря. Это методы, которые интерпретируют чёрные коробки, игнорируя полностью структуру внутренней коробки, и методы, которые работают с прозрачными коробками. Они как-то используют эту информацию. Если говорить про плюсы и минусы этих методов, то чёрные коробки можно использовать для любых моделей, потому что им всё равно на структуру. Мы можем использовать методы модели независимой интерпретации даже для прозрачных коробок. Мы просто будем игнорировать внутренности этой коробки. Ещё из плюсов модели независимых методов можно сравнивать разные модели одним и тем же методом. То есть если у нас есть какой-то production pipeline, и в нём используются бустинговые деревья, и мы потратили пару месяцев на то, чтобы прикрутить крутой модели независимый метод для интерпретации этого бустинга, то если мы поменяем бустинг на нейронку, мы всё равно сможем использовать тот же самый модель независимый метод, потому что он независим от модели. Если говорить про модели-зависимые методы, которые работают с прозрачными коробками, область применения их сильно ограничена. Они работают только с теми коробками, с которыми они могут работать. То есть методы интерпретации каких-то decision-3 работают только с decision-3. Мы не можем их применить к нейронкам. Из плюсов они работают эффективнее и обычно гораздо эффективнее, чем модели независимой методы, потому что как раз имеют доступ к информации, скрытой внутри коробки. Ок, вот давайте представим, у нас есть какая-то черная коробка, а теперь как же ее проинтерпретировать, как заглянуть внутрь этой черной коробки и понять, что же там находится. Самый базовый простой метод интерпретации — это оценка значимости признаков. Значимость признака — это то, насколько признак в принципе важен для работы модели, то, насколько она обращает на него внимание, когда делает те или иные предсказания. Давайте представим, у нас есть абстрактный датасет из трех признаков F1, F2, F3. У нас есть какие-то лейблы к нему, датасет размечен, и у нас есть черная коробка. Мы можем прогнать наш датасет через черную коробку, получить предсказание и оценить некую точность. Потом мы можем сделать следующее. Мы можем предположить, что каждый из этих признаков внес какой-то вклад в получение итоговой точности. И если мы возьмем и выбросим признак из нашего датасета и заново оценим точность, то вот это изменение в точности, то, насколько сильно просела точность, будет являться важностью этого признака, его значимости. Этот метод называется dropColumnImportance, и он оценивает значимость признака пропорционально разности в полученных метриках. Однако метод крутой работает, модель независимый. Как вы видели, мы не сделали ни одного предположения о коробке. Однако перетренировывать модель будет очень сложно. Из-за того, что мы выкинули признак, размерность наших данных изменилась, соответственно, модель нужно перетренировать, потому что модель принимает на себя статический какой-то shape. Перетренировать модель тяжело, у черных коробок этого делать мы не можем, мы не знаем о том, как у них внутри, не знаем процесс тренировки, поэтому предполагается следующее. Давайте предположим, что мы можем как-то избавиться от признака, не выкидывая его с датасета. Что мы можем сделать? Мы можем заменить эту колонку на какой-то случайный шум, происходящий из того же самого распределения. Чтобы это сделать, мы просто перемешиваем значение, которое у нас находится в колонке, получаем новую колонку, и в этой колонке уже будет потеряна корреляция с таргетом. То есть из-за того, что мы перемешали все, мы надеемся, что корреляция пропадет. Мы опять прогоняем измененный уже датасет через нашу коробку, получаем предсказание, оцениваем точность, и опять значимость признака будет пропорциональна в изменении точности. Этот метод называется permutation importance. И опять же, значимость признака пропорциональна изменений в метриках. Важно заметить то, что мы можем использовать не только точность, мы можем использовать любую другую метрику, какую вы используете для оценки качества модели. Вот это пример работы метода permutation importance из библиотеки Alive5 на датасете по предсказанию рака шейки матки. Здесь мы видим отсортированные признаки. Они отсортированы как раз по убыванию значимости. И на первом месте находится признак, называемый тест Шиллера. Это тест, который используется врачами для как раз не предсказания, но оценки рака шейки матки у женщины. Мы видим то, что значение значимости здесь будет 0,05. И это как раз то изменение метрики, которое мы видели на предыдущих слайдах. Это те самые 5%, на которые изменится наша точность, если мы выкинем этот признак из нашего датасета. Однако здесь есть не только само значение важности признака, и есть какие-то интервалы. Почему они здесь есть? Как мы видели, мы делаем какой-то permutation, мы перемешиваем нашу колонку, а когда мы перемешиваем и у нас есть рандом, значение обычно зависит от рандома. Поэтому, чтобы избавиться от каких-то неудачных или наоборот слишком удачных шаффлов, мы делаем шаффлы несколько раз, и после этого уже предоставляем не просто значение метрики, а какие-то еще confidence интервалы. Из плюсов permutation importance — это глобальный метод. Он дает возможности понять, как работает модель в целом. Он дает довольно сжатые объяснения, всего лишь одно число на один признак, легко интерпретируется. Мы уже видели, что это просто разница в метриках и не требует перетеренировки модели. Из минусов нам нужны размеченные данные. Чтобы посчитать точность, нам нужны размеченные данные. Такое не всегда бывает. Результат зависит от рандома, но с этим мы вроде справились. И есть два минуса, которые связаны с коррелирующими признаками. Давайте представим ситуацию. Детасет описывает нам какие-то квартиры. И у нас есть несколько признаков, сильно коррелирующих с друг с другом. Это площадь квартиры и количество комнат. Из-за того, что мы будем перемешивать один из этих признаков, у нас может получиться ситуация, когда у нас квартира, не знаю, 10 квадратных метров, и в ней 15 комнат. Мы не знаем, как поведет себя модель на таком сэмпле, потому что сэмпл, очевидно, нестандартный. Он совершенно из другого распределения, выдуманного. И мы не можем предсказать, как модель будет работать и можно ли будет на нее рассчитывать. А также коррелирующие фичи могут делить важность между собой. Это уже следующий пункт. Допустим, у нас есть некое явление, которое напрямую не отражено в нашем датасете. Однако у нас есть два признака, которые сильно коррелируют между собой, а также сильно коррелируют с этим явлением. Если мы будем строить какой-нибудь decision forest, то может случиться такая ситуация, то что feature importance будет разделен между этими признаками пополам, потому что некоторые деревья делают свой выбор на одном признаке, а некоторые деревья на другом, потому что в принципе они сильно коррелированы, и информацию можно получить как из одного, так и из другого. Поэтому важность может быть подведена между ними. Ок. Мы поговорили о том, какие признаки значимы, но мы до сих пор не знаем, как они влияют на результат предсказания. То есть они важные, ок. Но что они делают с результатом? Они его увеличивают, уменьшают? Или вообще не влияют, но почему-то очень важные. Для оценки того, как влияют признаки на предсказания, есть такие графики, которые называются PD, partial dependence, и ICE, individual conditional expectance. Вот такие два графика позволяют нам оценить, как же признаки влияют. Давайте посмотрим на PD график. PD график рисует нам график в двумерном пространстве. На оси X у нас находится значение признака, на оси Y у нас находятся агрегированные предсказанные значения. То есть фактически мы можем видеть, как себя модель ведет в среднем при изменении, на данном случае, возраста. Очень важно заметить то, что здесь, когда мы агрегируем данные, мы агрегируем их не просто по датасету и значениям нашего признака, мы аугментируем наш датасет, и у каждой строчки нашего датасета поочередно подставляем всевозможные значения признака, которые мы хотим как бы проинтерпретировать. Здесь мы можем видеть то, что после усреднения всех сэмплов у нас есть вот такой график, который показывает нам то, что после 45 лет у женщин сильно возрастает практически на 10% в среднем шанс рака шейки матки. Мы можем нарисовать PD график также от двух переменных. Допустим, от количества беременностей и от возраста. Однако у PD графика есть минус, то, что мы теряем взаимодействие между фичами из-за того, что мы агрегируем наши данные. Давайте вернемся к первому графику и представим себе такую ситуацию. У людей в возрасте после 20 лет сильно возрастает шанс заболеть раком шейки матки, если они курят. И наоборот, он сильно снижается, если люди не курят. Однако мы теряем все эти гетерогенные тренды из-за того, что мы усредняем данные. И на графике может оказаться так, что в принципе ничего не меняется. Однако это не так. Для этого существует график, который называется ICE. Каждая линия этого графика — это какой-то сэмпл. И у каждой линии мы потихоньку меняем значение признака, отрисованного на оси X, от минимального до максимального. То есть мы взяли какого-то конкретного человека и у него периодически меняем возраст и строим наши предсказания. С помощью графика ICE мы можем оценить, какие у нас есть гетерогенные тренды в данных и как они меняются. Иногда бывает полезно нарисовать оба графика на одной и той же оси, потому что они имеют те же самые размерности, и мы можем видеть и усредненный тренд, и разные тренды. Из плюсов это интуитивно, визуально, легко имплементируется. Однако из минусов мы можем анализировать только один или два признака, потому что это графики, и мы можем нарисовать максимум трехмерный график. А также при калерированных признаках опять создаются невозможные сэмплы. Опять мы видели то, что у нас есть график возраста, однако можем представить себе, что… Нет, на следующем. Мы можем представить себе, что вот тут, допустим, у нас есть ячейка, где человеку примерно 15 лет, у него ноль беременности, вроде ок. Однако вот здесь мы будем прогонять наш классификатор на данных, в котором человеку меньше 20 лет, но у него уже больше 9 беременностей. Опять же, не знаем, что он на это скажет. Ок. Мы поговорили, как в принципе признаки влияют глобально на поведение модели. Давайте теперь посмотрим, что делать, если у нас есть один конкретный сэмпл, x, одна конкретная черная коробка и одно конкретное предсказание. Что делать, если мы хотим объяснить вот именно этот пример? Для этого есть методы, которые называются методами локальной интерпретации, потому что они дают конкретно локальное объяснение. И мы начнем с самого популярного, наверное, метода, про который большинство из вас слышали. Этот метод называется Lime. Метод Lime принадлежит к классу целого, к классу методов, называемым локальными суррогатами. Давайте я поясню, как работает метод локальных суррогатов в принципе. Давайте разберем это на какой-то двумерной плоскости. У нас есть двумерная плоскость, и в ней есть какое-то облако точек и классификатор, который делит все эти точки на зеленые и на красные. Мы видим, это сильно какой-то нелинейный классификатор. Очень сложно его объяснить. Давайте попробуем объяснить, почему же наш классификатор предсказал вот эту синюю точку, красный. Методы, принадлежащие группе локальных суррогатов, говорят то, что глобально модель очень сложно как бы проинтерпретировать. У нее может быть сильно нелинейный decision boundary. Однако локально, в окрестностях какой-то из точек, мы можем сапроксимировать поведение модели какой-то маленькой локальной моделью и при этом более интерпретируемой. Мы взвешиваем наши точки, чтобы добиться как раз той же самой локальности и аппроксимируем какое-то сложное глобальное поведение локально с помощью линейной модели. В нашем случае это логистическая регрессия. Как интерпретировать логистическую регрессию, мы знаем. Это уже просто и круто. Библиотека Lime принадлежит как раз к этому классу методов. В ней используется разреженная логистическая регрессия. Соответственно, у этого метода есть два основных гиперпараметра. Первый гиперпараметр — это ширина кернела, согласно которому мы взвешиваем наши точки поблизости к объясняемому сэмплу, и количество ненулевых коэффициентов в полученной разреженной логистической регрессии. Соответственно, количество ненулевых коэффициентов будет напрямую влиять на то, на сколько факторов мы должны обращать внимание при интерпретации. Потому что мы можем спокойно забыть про, допустим, нулевые коэффициенты и интерпретировать только ненулевые. Посмотрим на пример из датасета по предсказанию заработной платы. У нас есть много признаков, написанных слева, и какой-то конкретный сэмпл справа. Это женщина, гражданин США в возрасте 40 лет, вдова, она отчислилась из колледжа, работает на себя и руками. И классификатор нам говорит, ок, она будет зарабатывать меньше 50 тысяч долларов в год. Нам бы хотелось знать, почему. Мы хотим проверить, нет ли там вдруг, не знаю, какого-то влияния ее пола для этого классификатора. То есть не сексизм ли это. И библиотека Lime дает нам такие объяснения. То есть слева он показывает вероятность классификатора. Это 100% она будет зарабатывать меньше 50 тысяч. И вот столько у нас есть каких-то важных предикторов, которые показывают то, что самым главной фичей у нас было то, что отсутствует капитал гейн, потом то, что она работает мало, и последние два, то, что она отчислилась из колледжа и вообще работает руками. Однако то, что она довольно взрослая, ей больше 48 лет, это работает на нее. То есть это какой-то положительный фактор. Из плюсов Lime это довольно популярный метод. У него куча звездочек на GitHub, полно каких-то мейнтейнеров. Он есть как в Python, так и в VAR. Дает короткие объяснения. Мы можем регулировать длину этих объяснений сами. Работает для картинок, текста и табличных данных. А также мы можем использовать метрики суррогатной модели для оценки качества интерпретации. То есть вот ту локальную модель, которую мы построили, если у нее 100% качество, то есть 100% допустим accuracy, если мы будем сравнивать ее с тем decision boundary, которые есть у оригинальной модели, то она на 100% точно отражает локальное ее поведение. То есть мы можем ей доверять. Однако из минусов непонятно, как правильно подбирать гиперпараметры. То есть мы говорили для этого, допустим, про ширину кернула, который что-то локально взвешивает. Но насколько он должен быть широким? Он должен быть широким, узким. Как подобрать? Не очень очевидно. И непонятно, насколько широко можно применить результат интерпретации. То есть мы точно знаем, что вот результат, который нам дал Lime, мы можем точно применить для одного конкретного сэмпла. Однако бывает такое, что мы хотим как-то вычленить какие-то зависимости и паттерны из модели и применить, возможно, наши интерпретации к другим сэмплам. И с библиотекой Lime мы так сделать не сможем, потому что мы не можем никак гарантировать то, что для других сэмплов наша локальная суррогатная модель будет работать. И чтобы решить эту проблему, ресерчеры, которые придумали библиотеку Lime, они же придумали метод, называемый Anchor. Раньше он назывался AnchorLime. Этот метод делает интерпретации другого типа. Метод как бы нацелен ответить на вопрос. А что если у нас есть в нашем сэмпле такие признаки, зафиксировав которые и меняя другие признаки, наше предсказание не будет меняться? То есть мы возьмем наш сэмпл, зафиксируем признаки какие-то конкретно, а другие можем менять как хотим совершенно. Самое главное, чтобы наше предсказание не менялось. И это будет значить, что наше предсказание зависит как раз от вот этих зафиксированных признаков. И эти признаки будут называться Anchor, потому что они как бы уякоряют, если в русском есть такое слово, наш сэмпл. Давайте посмотрим, как это будет работать на том же самом абстрактном датасете из трех признаков. Вот у нас есть три признака и есть какое-то предсказание. Допустим, библиотека Anchor дала нам вот такой якорь, то есть третий признак должен быть бледно-розовым. Это значит, что если библиотека вернула нам такой Anchor, то как бы мы не меняли оставшийся сэмпл, предсказанные значения не должны измениться. То есть как бы мы не меняли F1, F2 или, возможно, даже вместе, предсказанные значения не меняются. Если мы вызовем Anchor для того же самого сэмпла, на который мы смотрели в прошлом, мы можем увидеть то, что результат будет вот таким. То есть если признак, то, что она вдова, тогда она будет зарабатывать меньше 50 тысяч. Это другое объяснение, которое не дал нам Lime. Вот так вот мы… Это вот объяснение для похожего сэмпла из того же самого датасета. То есть может быть несколько признаков в Anchor. То, что она работает руками или он, и то, что он отчислился из колледжа. Сравним давайте эти два предсказания. То есть первое, точнее не предсказание, а объяснение. Вот первое объяснение. И вот второе. Как мы видим, у первого четко определена область применимости. То есть мы видим то, что мы можем применить это объяснение только для тех людей, у которых признак Occupation является BlueColor, и признак Education является Dropout. К другим сэмплам мы такое применить не можем. У нас четко определена область применения. А у Lime такая область применения неопределена нечетко. И если мы попытаемся как-то сами заклассифицировать наши сэмплы, основываясь на этих интерпретациях, то у нас получатся примерно вот такие значения. Метод Anchor даст нам 96% Precision, и Lime даст нам 85% Precision. То есть если мы будем классифицировать наши сэмплы согласно вот этому правилу, в 96% случаев мы будем классифицировать их правильно. Если мы вернемся к нашему двумерному пространству, то Anchor выглядит вот так. Anchor выглядит как какой-то Decision Boundary, который делит все пространство на две половинки. На ту половинку, в которой признак равен тому, что зафиксировал Anchor, и на ту половинку, в которой признак не равен тому, что зафиксировал Anchor. Также мы можем видеть то, что у нас четко определена область определения. Мы точно знаем, какие точки и сколько их находится внутри Anchor, и сколько точек находится снаружи. И то есть наша интерпретация валидна только внутри этого Decision Boundary. Из плюсов Anchor дает легкие читаемые объяснения. Он также работает для картинок, текста и табличных данных, а также у него четко определена область применения объяснений. Из минусов библиотека довольно-таки сырая, вышла недавно и совсем свежая. Так что, возможно, ее не совсем приятно использовать. А также чем сложнее объяснение, тем дольше будет работать метод. Это связано в принципе с принципом генерации Anchor. Он генерирует их инкрементально, шаг за шагом, то есть фиксирует признак за признаком. И чем больше признаков нужно зафиксировать, чтобы получить интерпретацию, тем дольше будет работать метод. В этой презентации мы рассмотрели четыре метода. Два из них были локальными и два из них были глобальными. И надеюсь, вам не страшно теперь встречаться с черными коробками. Спасибо за внимание. Вопросы? Ого. Есть контакт. Вот такой вопрос сначала, предварительный. Кто должен заниматься оценкой важности фича? Вот этой интерпретации модели. Человек, который получил эту модель как черный ящик, или человек, который этот черный ящик собрал? Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле очень интересный. Это еще не вопрос, это пол вопроса. Это пол вопроса. Но у меня ответ будет такой, кому это больше надо? Хорошо. Просто вы сказали такую достаточно странную вещь, что самый первый метод, не всегда можно получить размеченные данные. Тогда вопрос, как вообще модель учился, если у нас нет размеченных данных? Допустим, давайте представим такую ситуацию. У нас есть какой-то сервис, и в него загружают ML-модельки. И через эту ML-модельку прогоняются данные, неразмеченные. Модель делает предсказания, а заказчик хочет узнать, какие признаки важны. Вот в таком случае у нас нет размеченных данных, но заказчик что-то хочет. Вот это такая ситуация, которую я имел в виду. Спасибо большое за вопрос. Еще один вопрос у нас есть. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо или не очень у Lime с категориальными признаками, ну точнее с one-hot признаками, которые из категориальных. Интуитивно кажется, что не очень хорошо. Да, бывает такое. У Lime, как и у всех методов локальных суррогатов, есть такая проблема, то, что локальный суррогат должен качественно и хорошо уметь работать с данными, на которых тренируется локальный суррогат. То есть тут даже можно спросить не только про категориальные переменные, можно, допустим, спросить про какие-то коррелирующие фичи. Потому что, как мы знаем, линейные модели плохо справляются с коррелирующими фичами. А если говорить про категориальные, то Lime справляется с ними настолько же хорошо, как справляется логистическая регрессия. Ну просто при расчете ближайшей окрестности у фичи со значениями 0 и 1 не очень понятно, как там окрестность-то будет выглядеть. То есть все 0 или все 1 просто? А вот это интересный вопрос. Надо посмотреть, как там сделан kernel. Я, к сожалению, не знаю точно. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.